здравствуйте друзья молодой человек учится в университете на факультете таком со сложным названием физики математики информатики и специальность у него программирование не не фухры-мухры и вот он пишет реферат что ли я не знаю что это он такое пишет на тему он выбрал тему ну программист он выбрал тему роль женщины в информационных технологиях в айти женщина и айти и спрашивает вот может я чего выскажу на эту тему чё скажу ему там для реферата может польза какая будет я хочу сказать что два фактора есть которые обычно в рефератах как-то не не политкорректно употреблять но существенных на самом деле значит первый факт в какой стране эта женщина собирается заниматься айти я например вот знал одну девочку очень умненькую хорошую девочку она закончила в где это было в туркмении туркмении закончила что-то там по айти не могла найти работу там там вот судят потому что она говорит что чтобы женщина взяли войти это даже вообще не мыслим вот это значит первая . в какой стране она функционирует в следующий момент а что за женщина давайте то есть вот там я за там украинская женщина войти киргизская женщина войти еврейская женщина войти это это тоже сказывается на самом деле там какие-то традиции там я не знаю может быть видом восточной женщина востока айти вот но если мы как бы абстрагируемся от этого всего потому что явно это не тема рефератов вот то женщин очень успешно войти я видел очень много вот соединенных штатов например я вижу очень много успешных женщин на самых высоких должностях вы можете видеть женщин на на уровне допустим там президента или вице-президента допустим таких компаний как как yahoo например в инвестиционном бизнесе тоже есть много женщин а уже уровень там скажем менеджер там девелопмент департментом кей департмент через одного очень классная очень очень классная есть и я бы не сказал что кто-то их там сильно ограничивает есть работа делаешь вперед кто тебя там дискриминирует здесь нет такого мужского шовинизма особо я не встречал то есть наверное кто-то у кого не получается вам скажет что это потому что женщина а кто-то скажет потому что мужчина вот я помню у нас был один такой мрачный куренек он считался очень умным в смысле так в профессиональном плане что он там это знает не это знает он сам решил что вот если он это знает то он должен быть на расхват а на интервью идет и там девчонок берут а его нет а он вроде там 10 раз больше знает как ему кажется а то что у него лицо такое что вот ну как бы не нравится людям не симпатичное лицо у него выражение такое там негатив и такое жлобство и он же не понимает этим и вот как да а на позицию когда тебя берут там же не нужно знать в три раза больше там нужно знать достаточно а если ты знаешь втрое больше это не взять что тебя возьмут это совершенно это при том что это он думает что он знает если они совершенно за что другие люди придерживаются такого же мнения поэтому так он все его голову ты берутся они там блондинки потому что они молодые потому что они там наши глазки строят там но в других терминах выражалась но как бы мысль такая была что вот они вот а вот его нет не берут то что он знающие сильно поэтому когда человек чего-то не в состоянии сделать он вам скажет все что угодно напридумывает там и козни и и расовая там и еще хочется придумать поэтому другое дело что все таки айти профессия тяжелая достаточно все-таки инженерная работа и многие девочки они как бы больше там в бизнес идут в маркетинг в сейлс в продаже в паблик релэйшерс в бухгалтерии очень много поэтому я думаю что массовость или не массовость присутствие женщин в информационных технологиях определяется уже в момент выбора профессии вот там после школы или там старших классов школы когда у них складывается какой-то там стереотип будут будущей жизни поведение там и семейных там не знаю каких-то еще отношений и вот в этот момент закладывается если бы девочки больше шли математику физику в электрикол инжиниринг software инжиниринг там и так далее прекрасные были бы программисты и менеджеры и не знаю там протестов я вообще не говорю тестирование это область которая там доминирует женщины количественно поэтому я я не могу сказать что женщины как-то неспособны или какие-то ущербные или чё-то такое вот ответственности в них меньше в них в целом больше и ответственности и организованности и для не знаю для очень многих работ женщины как гораздо как сказать надежнее справляются вот скажем в тестировании много рутины женщина рутину делает намного надежнее чем мужчина то есть мужчина он более такой импульсный может там схватить чемодан засунуть там на третью полку тяжелый но делать это целый день сложно поэтому а женщина она может быть такой импульс не хватает она поменьше но она его тащит и я бы сказал что вообще в соединенные штаты в целом выходя за рамки айти такая страна такое общество интересное где люди которые в состоянии рутину равномерно на продолжительной дистанции выдерживать это очень успешные люди здесь мало что импульсно делается вот вот тащишь и тащишь и все твое поэтому собственно ведь я не знаю если вы посмотрите на работу того же программиста там ведь тоже много рутины на самом деле и документировать надо вещи и тестировать надо и там еще еще какие-то могут быть виды деятельности которые совершенно не как бы не дают тебе простора для творчества или там растопыриться не на чем но надо делать поэтому вся всякая работа требует какую-то рутина вот там где рутина там женщина справляется я считаю что это как-то на физиологическом уровне женщина лучше тащит эту рутину так что я за то чтобы было больше женщин абсолютно всех сферах деятельности и мы видим этом это происходит мы видим что женщина сейчас зарабатывают больше и больше и больше и в этом смысле как бы перестают зависеть от мужчины это это здорово это очень здорово когда чек свободен в принятии решения выборе там спутника жизни и так далее совсем не то же самое нежели там чек зависимый уже берет что осталось они они то что хотелось взять так что я вот за это счастлива и и и и и